Всем привет, я Влад и это магазин Попади в десятку. Сегодня обзор поистине легендарный, да, это сейчас я даже не приукрасил, потому что на обзоре у нас сегодня винтовка, пистолет-пулемет, пневматический, газобаллонный от фирмы Marex и называется он, конечно же, М1А1. Данная винтовка относится к линейке Legends, что говорит нам о том, что это как раз-таки именно реплика популярных легендарных оружий разного абсолютно времени, которые принадлежали абсолютно к разным эпохам и, так скажем, классам тех, кто его использовал. Сейчас я сделаю следующим образом, я вот так вот раз, и модель появилась уже у нас на столе. Да, по поводу комплектации, не могу назвать ее богатой, здесь идет инструкция, достаточно краткая на разных языках и на русском есть информация в том числе, а также шестигранник. Для чего он нужен, я расскажу чуть дальше. Но, несмотря на то, что комплектация здесь небогатая, тем не менее, я считаю, что это вообще, в принципе, ничего не меняет, хуже абсолютно никак не делает данную модель, потому что он прекрасен, даже если будет просто стоять на столе, а он еще и стрелять может. Притом еще как стрелять, об этом я, конечно же, расскажу дальше. Поэтому давайте мы посмотрим на него поближе, постреляем, погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель немецкого производства от компании Umarex. Относится данная модель газобаллонной пневматики с двумя сменными 12-граммовыми баллонами. И располагаются они в магазине, и как раз таки для того, чтобы туда эти баллоны вставить, вот сюда, нам и нужен тот самый шестигранник из комплекта. Umarex M1A1 копирует армейский вариант пистолета-пулемета с коробчатым магазином и плоским цевьем, а также упрощенным кожухом ствола. Модель разработана в полном соответствии с оригиналом. Как и у прототипа, корпус реплики фрезерован из цельной металлической заготовки, что делает образец устойчивым к внешним повреждениям. Фурнитура отлита из пластика под натуральную древесину. Тон покрытия соответствует оригинальному, что вместе с общим эффектом старения повышает аутентичность предмета. Он не вызывает ощущения игрушки. Можно даже сказать, что неподготовленный человек с трудом сможет отличить его от боевого прототипа. Пневматический пистолет-пулемет Томпсона также повторяет боевую схему. В базе лежит свободный затвор, двигающийся в процессе работы оружия. И да, все верно, в модели присутствует функция blowback. Как же без нее-то здесь? Для стрельбы используются шарики 4,5 мм. Емкость магазина 30 зарядов. Для извлечения магазина тоже расскажу, потому что по-любому может возникнуть такой вопрос. Делается это не совсем стандартно. Вам нужно приподнять вот этот вот, скажем, затвор. Приподнимаете и автомат тоже. Приподнимаете и вот вытаскиваете. Да, но он очень плотно на самом деле сидит, прям так надежно. Переключатели режима стрельбы и предохранитель – это два разных рычажка. Для того, чтобы менять режим стрельбы с автоматического на полуавтоматический, вам нужно крутить этот рычажок. Для того, чтобы включать или выключать предохранитель, нужно крутить этот рычажок. В целом, ничего сложного. Скорость полета снаряда достигает 135 метров в секунду. Впечатления от стрельбы с данного пистолета-пулемета, скажу я вам, строго положительные. И вот вас, наверное, интересует, на сколько же хватит двух таких баллонов? А я вам отвечу. Примерно на 150 выстрелов. И давайте я расскажу вам немножко о его технических характеристиках. Длина изделия 808 мм, калибр 4,5 мм, вес винтовки 3 кг и 460 г. Данная модель обладает разрешенной на территории Российской Федерации мощностью. То есть, ну, как бы до 3 джоулей, получается, что так. И для того, чтобы его приобрести, вам не нужны никакие дополнительные документы, разрешения и все тому подобное. Просто приходите и покупайте, но, конечно же, вам должно быть 18 лет. Это уж обязательно. И вот раз уж мы с вами о покупке-то заговорили, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. На этом моменте обзор на данный пистолет-пулемет подходит у нас к концу. Также я хотел бы сказать обязательно и о том, что за вот эти петли вы можете прицепить сюда ремень, чтобы было удобно его носить. Прицельные приспособления стандартные. Ну, соответственно, целикомушка. Чего-то сюда довешать, как-то его кастомизировать, скажем так, не особо-то возможно. Но, опять же, здесь как раз-таки фишка данного пистолета-пулемета в том, что это именно исторически повторяет он свой прототип. То есть это не Call of Duty, где вы можете обвешать там как угодно. Вот. Подствольных планок нет. Здесь планок тоже никаких нет. Ни ласточкиного хвоста, ни, соответственно, вивера. Поэтому возможности для кастомизации здесь особо-то я как бы и не вижу. Ну, разве что можно, конечно же, ремень добавить. А так в остальном все. То есть вот что имеем, то имеем. Но я считаю, что он шикарен. Если бы здесь были бы какие-то подобные элементы, это бы только все испортило. Вот такой, какой он сейчас есть, лучше уже просто не придумаешь. Да, друзья, такой получился обзор на этот довольно-таки крутой, правда, крутой ведь пистолет-пулемет. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам модель. Ну, или же задавайте вопросы насчет него. Ну, и вообще, можете, в принципе, любые вопросы задавать. Я с большим удовольствием на них отвечу. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока и до новых обзоров!